Здравствуйте, уважаемые шестиклассники! С вами опять я, Татьяна Юрьевна. Мы продолжаем с вами решать задачи на составление уравнений. Давайте проверим ваше домашнее задание. Откройте, пожалуйста, ваши тетрадочки. И давайте посмотрим, как у нас с вами получилось. Итак, первая задача 1196. Карлсон купил 16 пирожных по 10 и 16 крон, заплатив всего 202 крона. Сколько пирожных каждого вида купил Карлсон? Мы с вами помним, что решение любой задачи при помощи уравнения состоит из трех этапов. Первый этап – это составление уравнений. И мы с вами учились составлять уравнения при помощи таблицы. Итак, какая же у нас будет таблица? Это задача на цену, количество, стоимость. Поэтому эти величины у нас в табличке и есть. Пирожные купил Карлсон одни подешевле и вторые подороже. Подешевле – по 10 крон, подороже – по 16 крон. И нам нужно узнать, сколько же пирожных каждого вида купил Карлсон. Поэтому мы пирожные первого вида считаем, что он купил иц штук. А поскольку их было всего 16, то пирожные второго вида – 16 минус иц. Сколько же он заплатил за пирожные более дешевые? Я думаю, что вы написали правильно – 10х крон. А за второй, за пирожные второго вида он заплатил 16 умножить на 16 минус иц. Дальше в решении уравнения обязательно вы должны написать обоснование. Зная, что всего он заплатил 200 вне кроны, составляем уравнение. Я думаю, что уравнение вы составили без ошибок. Если вы что-то не смогли сделать дома, вы сейчас можете основной записать, а потом еще раз пересмотреть нашу презентацию. Дальше решаем это уравнение. Проверяйте, как вы ее решили. Раскрыли скутки, перенесли все члены, содержащие неизвестную в левую часть, без неизвестную в правую часть. Привели подобные и нашли неизвестный множитель. Или мы говорим, разделили обе части на минус 6. И у нас получилось 9. То есть пирожных первого вида, Карлсон купил 9 штук. Тогда вторых, понятно, что 7. И ответ пишем 9 штук и 7 штук. В классе я бы спросила, какие у вас вопросы. Если у вас были вопросы, вы мне их напишите. Итак, следующая задача. 1198. В две бочки для полива огорода налили одинаковое количество воды. Когда из первой бочки использовали 47 литров воды, а из второй 23, в первой осталось 3 раза меньше воды, чем во второй. Сколько литров воды было в каждой бочке вначале? Итак, у нас вот такая табличка. В первой бочке, во второй бочке было, использовали и осталось. Итак, нам нужно узнать, сколько же было литров воды в каждой бочке. Причем мы знаем, что было одинаковое количество, поэтому если здесь 6 литров, то и здесь 6 литров. Значит, из первой бочки мы использовали 47 литров, из второй 23. И вот величины, и вот у нас сколько литров осталось в первой бочке, во второй бочке. Мы знаем, что в первой бочке осталось в 3 раза меньше воды. Конечно, раз там больше использовали, там меньше и осталось. Поэтому пишем, зная, что в первой бочке осталось воды в 3 раза меньше, чем во второй, составляем уравнение. Если этой фразы нет, то ее вписывайте. Ну, а теперь смотрим уравнение. В первой бочке воды меньше в 3 раза, поэтому мы количество воды в первой бочке умножаем на 3 и получаем количество воды во второй бочке. Решение этого уравнения, я думаю, ни у кого затруднение не вызовет. Вы раскрываете скобочки, переносите и считаете. Вот у вас получился ответ. И вы его записали. Значит, запись ответа – это третий, последний этап решения задачи на составление бочке. Итак, пожалуйста, записываем сегодняшнее число. 17 апреля. Классная работа. Итак, посмотрите, пожалуйста. Перед вами 6 примеров. Если вы его решите, каждый из этих примеров, вы получите какое-то число. Вы можете сделать устно. Эти примеры не записаны. Поставить один, да, написать сразу ответ и поставить рядышком, написать буквы. Пожалуйста, работаем. Вот 6 примеров, 6 букв. У нас должно появиться, мы должны знать. Вот такой, да, у нас своеобразный. Каждому числу будет соответствовать буква. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кубкина. Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Ну, давайте, я думаю, что вы уже справились. Значит, какая же буква соответствует числу минус 1? Числу минус 1. Конечно же, это... Давайте сначала, да, проверим ответы с вами. Значит, итак, первый ответ. 2,05. Второй ответ, пожалуйста. Проверяем. Третий ответ, я думаю, что вы мне сразу хором ответите, скажите. Точно так же, как и четвертый ответ, только нам, мы видим, да, у нас здесь нет обыкновенных дробей. Значит, давайте подумаем. Вы бы написали сейчас все минус 1,5, но нам надо записать десятичные дроби. Пожалуйста. Так, проверяем. Ну, и последние два примера, я думаю, что вы уже, конечно, написали от них. Итак, число минус 1 у нас соответствует буква А. Вот такое слово греческое, аэ, в русском прочтении. Давайте посмотрим. Значит, единица у нас соответствует буква А. 2,05 – это буква Э, и минус 50 – это буква Э. В русском прочтении это будет слово АЭР. И оно послужит основой, послужило основой для слов АЭРОПОРТ, АЭРОЗОЛЬ, АЭРОНАФТ. Я думаю, вы таких слов еще много можете назвать. Зная смысл этих слов, совсем нетрудно догадаться, что это греческое слово в переводе означает, обязательно называют дети многие, конечно, это слово воздух. Это вы знаете. Ну, теперь давайте двигаемся дальше. Пожалуйста, записывай номер задачи 1183. Периметр треугольника равен 166 см, одна из его сторон в 5 раз больше второй, которая на 68 см меньше третьей. Вычислите длины, сторон, треугольник. Вычислите длины, сторон, треугольник. Пожалуйста, строим треугольник. Мы с вами знаем, что такие задачи называются задачи с геометрическим содержанием. И если у нас задача есть с геометрическим содержанием, то мы обязательно ее сопровождаем чертежом. И сейчас в этой задаче, ребята, мы будем составлять таблицу. Мы будем составлять уравнение прямо по чертежу. Я надеюсь, что у вас рядышком весь карандаш с линейкой. Вы построили с вами. Вы построили треугольник. И поскольку нужно найти длины сторон, давайте самую маленькую из сторон обозначим за х. Пускай сторона АС будет в 5 раз больше. Вот этой стороны АВ. Напишите, пожалуйста, как будет выражаться ее длина через х. Вы хором мне говорите 5х. И вот эта сторона маленькая, да, она будет на 68 сантиметров меньше третьей. Поэтому третья сторона будет х плюс 68. Она будет на 68 сантиметров больше третьей. Что такое периметр треугольника? Да, вы все знаете, это сумма длины всех сторон. Пожалуйста, составляем уравнение. Решайте. И через минуточку мы проверим. Приводим подобные. Находим, чему равен 7х. Чему равно 7х. Делим обе части уравнения на коэффициент при х. То есть на 7. Делите, пожалуйста. Конечно, 14. Значит, если самая маленькая сторона 14, то самая большая сторона будет, вернее, вот сторона АС, она не будет самая большая. Значит, сторона АС будет 5 умножить на 14, 70. И сторона ВС на 68 больше стороны АВ. 80. Значит, ребят, мы для себя сейчас. Давайте сделаем проверку. Устно. Проверим. Получится у нас 166. Получится. Отлично. Здесь в спокойной душу пишем ответ. Итак, 14 см, 70 см и 82 см. Значит, задачи с геометрическим содержанием мы делаем с чертежом и отмечаем неизвестное прямо на чертеже. Я надеюсь, что эта задача никаких затруднений у вас не вызвала. Периметр прямоугольника равен 12,8 см, а одна из его сторон на 2,4 см меньше другой. Найти площадь прямоугольника. Изображаем прямой угольник. Давайте вспомним, почему равна площадь прямоугольника. до произведения смежных сторон. И тогда мы одну из сторон обозначим за х. Значит, соседняя сторона будет меньше на 2,4 см. Теперь вспомните, пожалуйста, чему равен периметр. Меня интересует формула. По условию задачи он равен 12,8 см. Но давайте вспомним, чему равна формула. Как звучит, как записывается формула. Конечно, сумма сторон, умноженная на 2. Ну и давайте тогда составим уравнение. Пожалуйста, попробуйте сами. Складываем стороны и сумму сторон умножаем на 2. Посмотрите, как можно решить это уравнение. С одной стороны, конечно, можно раскрыть скобу. А с другой стороны, я бы вам советовала привести подобный в скобках и разделить обе части на 2. Тогда здесь у нас получится 2х-2,4 и 12,8 делим на 2 будет 6,4. Решаем. Это уравнение совсем легко решить. 2х равен 8,8. Еще раз делим на 2 обе части. Получаем 4,4. Итак, одна из сторон равна 4,4, а вторая 2, тогда сантиметра. И чтобы найти площадь, нужно перемножить эти стороны. И записываем их. Вы, конечно, эту задачу умели решать и без уравнений. Теперь у нас появился еще один спуст. Пожалуйста, следующая задача. Задача 1199. Читаем условия. У Андрея было в 5 раз больше денег, чем у Лены. Когда Андрей купил книгу за 240 рублей, а Лена купил за 80 рублей, то у Лены осталось на 320 рублей меньше, чем у Андрея. Сколько денег было у каждого из них в начале. Давайте составим табличку. У Лены, у Андрея было, потратили и осталось. Работайте, пожалуйста. Чертим табличку. У Лены было. Пускай будет икс рублей. У Андрея было в 5 раз больше денег, чем у Лены. Поэтому, да, 5 икс. Лена купила куклу за 80 рублей, а Андрей купил книгу за 200 рублей. Запишите, сколько осталось у Лены и сколько осталось у Андрея. Это не вызывает затруднений. И вот теперь у нас осталось последнее условие. У Лены и денег было меньше, да? Правда, она и потратила меньше. И осталось у нее меньше все равно денег, чем у Андрея. Пожалуйста, пишем. Зная, что у Лены осталось на 320 рублей меньше, составляем уравнение. Составьте, пожалуйста. Составьте. Кто-то составил вот такой уравнение. У Лены денег осталось меньше на 320, поэтому если ей добавить 320 рублей, то получим те деньги, которые остались у Андрея. У кого-то другое появилось уравнение. Если у Андрея забрать 320 рублей, раз у него больше денег, или меньше, у Андрея больше, тогда останется как раз та сумма, которая сейчас есть у Лены. У кого-то может быть вот такое уравнение. Это деньги Андрея. Если мы из денег, которые остались у Андрея, вычтем сумму, которая осталась у Лены, мы получим разницу 320. Три варианта составления уравнения. Вы можете выбрать себе любой. А вот решать мы сейчас не будем. Оставьте себе, пожалуйста, место. И вы эту задачу доделываете дома. Вам осталось просто решить уравнение и записать ответ, сколько денег было у Лены и сколько денег было у Андрея. Я думаю, что затруднения у вас никакого не будет. Увидимся дальше. Когда вы на прошлой неделе начинали с Елены Анатольевны решать уравнение, Елена Анатольевна рассказывала вам, какими свойствами можно пользоваться. И она говорила, что можно пользоваться свойствами пропорции. Давайте вспомним, что такое пропорция. Ну-ка попробуйте каждую перед экраном. Произнесите, что такое пропорция. Какие ваши послушают и родители, собачки. Проверяем. Итак, пропорция – это равенство двух отношений. Какое же у нас основное свойство пропорции есть? Вот перед нами как раз пропорция два отношения, соединенные знаком равенства. Какое есть у нас свойство? Давайте вспомним. Конечно, многие знают. Произведение крайних членов равно произведению средних членов. Произведение крайних членов пропорции равно произведению средних членов. Вот у нас с вами крайние члены, вот у нас с вами средние члены, поэтому 3 умножить на х плюс 0,4 будет равно 8 умножить на 0,7 минус х. И дорешайте вы тоже это уравнение сами. У нас после урока математики в следующий урок написано задание для самостоятельной работы. Вот первое, что вы сделаете, поработайте очень хорошо с этой презентацией. Все, что мы не успели доделать, вы доделайте, оставьте, пожалуйста, вместе. Так, а давайте сейчас мы можем доделать, мы можем доделать потом и посмотреть ответ. Итак, если бы сейчас я была на уроке, я бы сказала шестому а и шестому вы поставьте второе римское. Мы привыкли с вами при помощи римских чисел делить урок на смысловые части. Вот сейчас мы переходим к новому геометрическому понятию. Сначала посмотрите на рисунок презентации. Итак, я построила прямую АВ, и я построила еще одну прямую ММ. так, что углы АОМ, АОН, БОН и БОН оказались равными 90 градусов, а такие углы, вы отлично знаете, называются, да, прямые. Все правильно говорите. Пожалуйста, постройте две прямых так, чтобы в пересечении этих прямых у вас получились углы 90 градусов. Две прямые, образующие при пересечении прямые углы, называются перпендикулярными. Перпендикулярными. Обязательно надо научиться это слово произносить. Пожалуйста, чертите и произносите слово. Перпендикулярно называются. А вот так это записывается. А, Б перпендикулярно МН. Вот такой знак. Пишется он ручкой. Не карандашом, ручкой. Вот такой значок. И запись эту читают так. Прямая А, Б перпендикулярна прямой МН. Если одна прямая перпендикулярна второй, то и МН будет перпендикулярна А, Б. Поэтому иногда говорят, эти прямые взаимно перпендикулярны. Вот мы последнее, что запишем, дальше смотрим и слушаем. МН тоже будет перпендикулярно А, Б. Строить перпендикулярные прямые либо при помощи угольника либо при помощи транспортира. Могут быть не только прямые перпендикулярными, прямыми могут быть лучи, если они лежат на перпендикулярных прямых. Луч и прямая тоже луч лежит на перпендикулярной прямой, мы будем говорить, что они перпендикулярны. Вот луч и отрезок мы тоже будем говорить, что они перпендикулярны. И здесь у нас прямая и отрезок они тоже будут перпендикулярны. Мы видели уже перпендикулярные отрезки в очень знакомых фигурах. В прямоугольнике, да, в прямоугольном треугольнике. Теперь несколько слов вот на какую интересную тему. Очень часто дети говорят, не надо ничего доказывать. Я и так вижу, я вижу, что вот эти углы 90 градусов. Я вижу, что вот эти отрезки равны. Вы в седьмом классе будете изучать науку, которая называется геометрия, и вы многие вещи будете там доказывать. И я сейчас покажу вам несколько моментов, когда мы видим, но глаза нас обманывают. Мы видим, например, на этой картинке, и нам кажется, что вот эти отрезочки, да, вот эти серые линии, что они разного цвета, а на самом деле одинаковые. Или, например, мы видим вот на этой картинке, нам наверняка кажется, что красный отрезок длиннее синего, но если вы на компьютере сейчас приложите к нему линейку, то вы увидите, что отрезки эти равны, хотя красные, кажется, длиннее. Или вот еще картинка. Нам кажется, что красные линии изогнуты, а на самом деле они прямые. Поэтому не всегда надо верить своим глазам, они могут обманываться. Итак, домашнее задание. Значит, вы доделываете задачу 1199, вы делаете задачу 1184 и 1200, и номер 1162, там два уровня. Я надеюсь, что вы ничего не перепутаете, и все вам будет понятно. До новых встреч, дорогие мои дети. Всего доброго. До свидания.